49-й день боевых действий на Украине. Зеленский заявил о задержании Медведчука и предложил обменять его на украинских пленных. Песков заявил, Медведчук не является ни гражданином России, ни участником спецоперации, поэтому обмену не подлежит. Медведев назвал украинские власти «уродцами» и посоветовал оглядываться по сторонам. В Киев едут президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. В российском Минобороне, сообщили, в Мариуполе сдались в плен больше тысячи украинских военных. Пентагон сегодня проводит закрытое совещание с крупнейшими оружейными корпорациями. Приглашены Lockheed Martin, Ration L3 Technologies и другие. Повестка – наращивание объемов производства и поставок на Украину. С января Киев получил 1400 стингеров, 5000 джевелинов, сотни дронов Switchblade. Это около трети всех имевшихся на складах запасов. Деньги на их восполнение корпорации получат из рекордного военного бюджета. В российском МИДе заявили, за полтора месяца только Вашингтон поставил на Украину вооружений больше, чем на полтора миллиарда долларов. Глава евродипломатии Боррель утверждает, ЕС пытается сдержать конфликт вокруг Украины, а не усилить его. Ранее он же предложил помочь Киеву оружием еще на полмиллиарда евро. Байден назвал российскую операцию геноцидом. Макрон – безумие. Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО, заявила премьер Андерсон. Финляндия рассмотрит этот вопрос на следующей неделе. Лукашенко пообещал вместе с Путиным показать Кузькину мать с помощью интеграции от Бреста до Владивостока. Власти Казахстана решили не проводить в этом году парад победы 9 мая. Причина не сообщается, прошлые два года парады отменяли из-за ковида. Японию пока неофициально приглашают в альянс AUKUS, состоящий из США, Великобритании и Австралии. Как пишет газета Sunkey, Токио предлагают присоединиться к разработкам гиперзвукового оружия. В японском Кабмине информацию, впрочем, пока опровергают. У берегов Японии американский атомный авианосец Авраам Линкольн проводит учения с местными силами самообороны. Официально для сдерживания Северной Кореи. За минувшие сутки обострение сразу на нескольких границах. Киргизские власти заявили о минометном обстреле со стороны Таджикистана. Обе стороны стянули войска, но спустя несколько часов отвели их. В Карабахе стрельба со стороны Азербайджана. Ранен один военный, сообщили в российском Минобороне. Пашинян заявил, нужно срочно заключать мир с Азербайджаном. В Алжире сообщили, марокканские военные обстреляли автоколонну на алжирско-мавританской границе. А Израиль после серии терактов начал операцию в палестинских городах. Сообщается о 20 раненых и одном убитом. Годовая инфляция в США – 8,5%. Это 40-летний максимум. Байден заявил, виноват Путин, повысивший цены на бензин. В Британии товары дорожают на 7%. Это рекорд с 92-го. Financial Times пишет, энергетическое эмбарго будет стоить Германии 400 тысяч рабочих мест и вызовет масштабную рецессию. Toyota с мая сокращает производство по всему миру на 10%. 30 тайваньских компаний приостановили работу в Китае из-за введенных там антиковидных мер. Производство микроэлектроники заморожено минимум до следующей недели. ОПЕК предупреждает, уже летом может начаться мировой дефицит бензина. В России производство нефти сократится на полтора миллиона баррелей в сутки в апреле и на три в мае, заявили в Международном энергетическом агентстве. Из-за санкций уже 8 российских компаний и банков не смогли расплатиться перед иностранными кредиторами. Технический дефолт угрожает Алросе, Русгидро, РЖД, Северстали и другим. Британия включила в черный список Олег Первого, Евтушенкова и Медведчука. По данным Минтранса, из-за перекрытых торговых путей в России простаивает 150 тысяч вагонов. В российском правительстве посчитали, поддержка экономики обойдется в 7-8 триллионов рублей. По словам вице-премьера Белоусова, просадки в экономике уже начались, но рынок труда пока почти не затронут. Кудрин прогнозирует инфляцию в 17-20% и надеется, что экономика перестроится за два года, а иностранному бизнесу не будут мешать вернуться. В ЦИОМ выяснил, три четверти граждан запаслись продуктами. Airbus призывает страны Запада не запрещать импорт российского титана. Это ударит больше по авиапроизводителям, чем по России, заявил директор Airbus Афари. Тем временем, Чили и Аргентина остановили поставки в Россию литиевой руды под угрозой производства аккумуляторов. Своего лития у нас нет. Основные поставщики, помимо Чили и Аргентины, Боливия и Китай. Отечественные автопроизводители остаются без красок. Как пишет коммерсант, немецкая БАСФ поставляла их на заводы АвтоВАЗа, Форд Соллерс, Фольксваген и Хёнде. Впрочем, большинство предприятий все равно в простое. Продолжают работать только ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, МАЗда Соллерс и Хавейл. В офисе Аэрофлота прошли обыски, сообщают Известия. Причины не раскрываются. Китайская платежная система UnionPay не спасла российских покупателей от санкций. Как выяснил коммерсант, многие иностранные интернет-магазины блокируют платежи с любых карт, выпущенных в России, в том числе UnionPay. Сбербанк тем временем удален из магазина приложений Google. В Белгородской области решили создать министерство, которое займется патриотическим воспитанием молодежи. Цель – противостоять очернению истории и современности, разрушению сознания детей, пишет в телеграм-канале губернатор Гладков. Глава Минпросвещения Кравцов считает важным начинать учебную неделю с подъема флага. Ранее Мединский предлагал молиться перед уроками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова